Валерий Константинович, давайте еще немножко, я резюмент, чтобы мы убедились, что я все правильно понял. Я же человек начинающий во всем процессе. Вот. Значит, у меня достаточно много семян. Я сейчас их распаковываю и смотрю. Все мне нужно в больший объем песка, да, на стратификацию положить те, которые не проснулись. Те, которые проснулись, как вот этот вот, посадить в торфяной горшочек. Вот так вот, как вы меня сейчас научите. В надежде, что их совсем немного. В надежде, что их, да, совсем немного. И я как раз с десяток всего горшочков-то и приобрел. Вот. А потом, когда придет пора высаживать, мы с вами должны учить дальше. То есть, мы также, мы скроем те, которые проклюнулись и пересаживаем в торфяные. Мы сравним с теми, которые не проклюнулись. То есть, нет. Да, мы ведь не проклюнулись. Но к моменту, когда вы достанете из холодильника, чтобы высаживать, а часть, ну все, уже проклюнувшихся будет. Это будет уже еще одна волна проклюнувшихся. Вот. И их надо будет уже садить вот так, как я. Видите, как мы не сразу торфяной горшочек посадили. А, повторяю, что делают люди. Часть садит, вот увидят хвостик, ага, думает росток. И втыкает вертикальный росток вверху, корень высыхает, садится нет. Другой вертикально вниз садит. Тут, правильно, логично, корень, да? Ну, росток-то под землей оказывается. А он-то не имеет права под землей, он сгниет там. То есть росток из того же места, откуда корень выходит, да? Да, сейчас я еще раз это место посмотрю. Смотрите сюда. Видите? Видно, да? Вот пошел, втыкается. Коска лежала на боку. Ее расперло влагой. Она напилась влагой, разорвала. Вот. Это самое естественное. То есть ее, возможно, человек, который мне прислал фотографию, наверное, он ее все-таки засыпал. Но идет время, и она начинает увеличиваться, увеличиваться. Мокреть-мокреть, наконец-то разорвало так. Я заметил, именно в этот момент, у меня еще много фотографий, я их просто не стал. Ну, помните у нас вебинаре, да? А тут самое главное, вы должны знать. Вот этот росточек, вот он сейчас раскроется. Если он окажется под землей, слава науке. Вот. Он может некоторое время прожить, да. Но его судьба обречена, особенно абрикосы. Вот. Вот это имейте в виду. И еще могу на других снимках. Вот следующая еще раз фотография. Вот. Вот тут все логично. И, наверное, вот этот человек, который это, он все-таки закапывал. Но они потом каким-то чудом раскрываются, когда вылазят из земли сами. Когда посадка символическая. Вот. Нет, тут еще показать, нет, тут еще показать. Вот. Много я не готовил. Вот это интересная фотография. Видите? Здесь вроде бы все правильно. Вроде бы все правильно. И закопка была символическая. И когда разорвало эти две половинки, они аж из земли вылезли. Кроме одного, как теперь садить-то вот стеклянным. Вот. Минус-то. Вот тут беда. Ага. Валерий Казачевич, с посадкой я, допустим, на данный момент все понятно. Но мы детально еще с вами разберемся во время в процессе посадки. Давайте теперь еще немножко по семенам. Потому что у нас, у меня в наличии есть. Может быть, есть какие-то особенности, которые вы мне сейчас еще... Давайте, вы будете говорить, я вам накомментирую. Жаль, я не приготовил к ним фотографии. Вот сибирка. Смотрите, вот эта сибирка, она у нас получается в логиках. Да. Можно разорвать, потому что вам теперь придется делать такую работу. Вот. Я хитрый. Я решил так. Я бы мог деньги брать за каждую семечко, но я ленив. Вот. И, вернее, ленив, ну как бы не то слово, рационален. А вы сами мучаетесь. Зато вместо одной семечка, там их несколько. Вот сейчас на моих глазах вы берете прям ногтями, разрываете, нащипываете семечко и очистите его этот. Вот. Прямо вот так вот. Вот. Нащипываете семечко. Почувствуйте, что оно живо. Да. Оно влажное. Что оно такое, ну как, емкое. Ну, как бы это сказать. Что это настоящие семечки или халтура. Да. Я, правда, не вижу, но показывайте не мне, а людям. Вот, прекрасно. Значит, там их несколько. Я от Лени до сих пор ни разу не посчитал сколько семян. Вот. Я, знаете, не представляю, как я их потом в песке найду. А это уже ваше главное больше. Ну, не надо было заказывать. Я же выслал все, что им имел. Не, а как вообще процесс стратификации таких мелких семян выведет? А вот так же, как эти самые, как грушки я вам показывал. Ну, и смотрите сюда. Вам придется их стратифировать также в песке. Никуда от этого не деться. А потом из этого песка придется их доставать. Часть из них проклюнется. Они очень, на проклевку очень-очень податливы. Чуть не ноль градусов, чуть теплее. Они могут через три недели уже проснуться. Ну, смотрите, получается из одного плотика крупного раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. А почему я еще, я шутя говорил, что я ленив. Ага. Почему я заранее нюклю. Если б я в песке вам прислал их. Угу. Вот. Часть из них уже было бы проклюнувшихся. Вот как они быстро всходят. А это понимаете за то, что она продолжается спать? А вот это плотики, они продолжают спать. Садить плотики, друзья мои, нельзя, а не всходят. Они могут все всходить, я когда был в гостях у Степанова, генеральный директор НПО, он меня приглашал. Вот. И, в частности, познакомил меня с бригадиром китайцев, которые выращивали грушки. Я говорю, как вы себе на грушки? Это же для меня целая катастрофа. Это грушу выковыривать, это же пытка. А он говорит, нет, китаец, мы делаем пульпо. То есть размазывают в виде... И прям пульпой садят. Ну, я не проверял, зачем купил, зато продаю. Вот эти же самые косые плотики тоже, они же мягкие, их тоже можно в виде пульпы. А я считаю, нет. Давайте каждое семечко вот так. Вот так, как вы. И потом посадка. Ничего ничего. Значит, смотрите. Я даже не буду делать слов достаточно. Контейнер. Такой же немножко пополам с песком обогащенный землю. Так. Просто без всякой хитрости. Это если вы уже проклюнувшиеся. Так. Потому что на каком-то этапе, ну, допустим, через 2-3 недели пора садить. Допустим. Да. Вы схватили за голову. Вот. Ну, как бы сказать. Как бы сказать. Вы схватили за голову, а вы же не можете все сразу сделать. Да. Вот. Их можно посадить по горшочкам. Если они для вас эти сибирки, которых у меня, как это, хоть миллион. И рассаживать также по торшинным горшочкам. А вот тот этап, что вы сейчас делаете, это такой же контейнер. Это песок. Посыпали слой песка, слой их, слой песка, слой. Потом, как это, найдете никуда. А если они мелкие, чтобы сильно большую тару не задействовать, можно в такой? Можно. Можно. Вопрос, сколько это. Вопрос в количестве вот этих семян. Допустим, там полсотни этих. Значит, семян там несколько сотен. Вот. Ну, конечно, им надо дать шанс каждому выжить. Не то, что там буквально горсть цепануть. Ну, по этому самому их можно размазать. Слой песка, слой. Слой песка, слой. А верхний слой контрольный. Его надо не глубоко. Посмотрите. Может быть, даже я раз погребы достал, а у меня зеленая грядка. Правда, светло-зеленая такая. Противный цвет. Вот. Чуть попробуй задержи. Понятно. Ну, все. Пока достаточно. Так. Ну, ладно. С этими понятно. С плодиками. Если бы для хранения суховья, я бы сказал, пусть надо подсушить, а то они могут гнить. А теперь уже для высадки в сырой песок уже ничего не надо. Прямо так и садить. Так. Ну, что? Что еще? Да ладно. Я это откладываю, процесс этот. Так. У нас проснулись груди. Так. Интересно. Так. Что у меня еще тут есть? Есть. Вот. У меня есть вишня войлочная. Сухая. Сухая? Там не может быть вся сухая. Там нужно перемешку. Ну, какая-то есть, да. Какая-то есть стратифицированная. А вот часть. Вот. А сухой теперь так. Скоро высадка. Видите, там есть такие и такие. Вот. Дело в том, что очень самая капризная вещь для меня, непознанная, это войлочная вишня. Вот она стратифицированная. Вот и стратифицированная. Стратифицированная. Тут вопрос короткий. Значит, вы ее просто перепаковываете и все. Которая не стратифицированная, на несколько часов замочите. А потом так же. Вот. То же самое, только на несколько часов замочите. Все понял. И готово. Так. Это у нас все. Вишня войлочная железа. Это ваш сортообразит, да. Который самый вкусный, да, вы отобрали? Нет. Не обязательно. Самый вкусный, да. Нет. Самый вкусный у меня название должно быть, знаете. Это, я не знаю, хватило вам или нет. Вот. Вишня войлочная с генами персика. Потом поищите. Так. Вот у меня получилось какое-то количество вишней войлочи. И два пакетика стратифицированных. А можно я потом все это в одну... В одну елку... Если вам не интересно, какие лучи сходят, то кладите в одну. Да нет, интересно. Просто я не знаю, как долго они на стратификации лежат вот эти уже. Ну, поймите, наш фильм учебный. Мы должны как... Сегодня запомнили дату? Запомнили. Да. Двадцать третье марта, двадцать третье. Когда дойдет до посадки. Вот. Добрый день, действительно, ну... Такую неблагодарную задачу мне сегодня сделать. Так что теперь надо будет продолжать и продолжать. Сравнивать с тем, что было. Постараемся. До свидания. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин